приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут ольга в сегодняшнем видео я расскажу вам о носочках которые у меня были связаны за август месяц вяжу я носочки в рамках совместного проекта носочная коробочка который организовала катерина шурм на нее и на всех девочек-участниц ссылочки будут в инфобоксе я предлагаю вам пройти к девочкам посмотреть и вдохновиться их носочными изделиями в рамках этого проекта мы вяжем не только носочки мы вяжем следочки пинеточки гетры гольфы тапочки ну вот все что угодно душе и конечно же очень много вдохновляющих видео уже есть на канале потому что этот проект долгосрочный он начался в октябре 2020 года и продлится вплоть до конца этого года до декабря месяца и значит в рамках этого проекта будет у каждой участницы как минимум 15 пар интересных каких-то носочных изделий на многие носочные изделия девочки снимают мастер-классы принципе как и я у меня в рамках этого совместного проекта есть уже на три пары носочных носочков мастер-классы и последний мастер-класс я сняла вот на эти носочки на такого вот осенние носочки как я их назвала ну значит приходите к девочкам обязательно смотрите вдохновляйтесь а сейчас давайте я вам расскажу о первой паре которая была связана в этом месяце это вот такие вот ажурные носочки вязала я их в рамках теста участвовала в тесте у алины с канала алина вяжет и значит вот такие вот ажурные носочки связала вяжутся эти носочки от мыска по верхней части стопы идет вот такой вот ажурный интересный узор он идет до конца паголинка а по задней части стопы идет лицевая гладь здесь вывяжем вывязывается необычная интересная пяточка и заканчивается все резиночкой 2 на 2 пяточка очень удобно сидит по ноге я думаю особенно удобно это будет для тех у кого большой взъем вязала я эти носочки на спицах два с половиной где-то на размер 36 37 я их связала и ушло у меня на эти носочки 62 грамма значит из какой пряжи я их вязала это пряжа пряжа ализе супер вошь очень многим она уже знакома это классическая носочная пряжа в 100 граммах 420 метров цвет у меня 01 вот такой вот молочный очень такой презентабельный скажем цвет состав у этой пряжи 75 процентов шерсть 25 процентов полиамид рекомендации по спицам 24 я вязала их как обычно на спицах два с половиной обычно я вижу именно вот из этой пряжи носочки на спицах два с половиной и меня устраивает и плотность и ощущение до того какое полотно получается значит я когда связала эти носочки я их постирала и заблокировала конечно но блокаторы они у меня немножко не такие они во первых у меня самодельные во вторых здесь все-таки пятка такая идет анатомическая поэтому ну вот как получилось так получилось скажем так значит я вставлю вам фотографии и вы посмотрите как эти носочки смотрятся на моей ноге еще раз касаясь пяточки пяточка еще раз повторюсь удобно для людей с большим взъемом и возможно я в каких-то своих изделиях воспользуюсь этой пяточкой потому что есть носочки которые нужно связать на очень полную ногу и это будет очень удобно значит это вот первые носочки которые я связала в этом месяце следующие носочки у меня связаны вот такие вот тоже ажурные можно так сказать тут конечно небольшой ажур присутствует вот всего лишь вот такие вот ажурные дорожки значит я вязала эти носочки по описанию бесплатному из интернета оставлю ссылочку на это описание может быть кто-то захочет связать по этому описанию у меня на канале есть мастер-класс вот на этот вот узор с такими вот диагональным с таким ажуром и также я выложила уже на канал мастер-класс по петельной на вывязывание таких вот носочков вы сможете связать эти носочки из любой носочной пряжи примерно похожего метража и любым номером спицы на любой размер значит что касается пряжи перейдем сначала к ней необычная интересная пряжа я когда получила эту пряжу в подарки от светланы серовой она мне прислала посылочку за участие в совместном проекте свяжу себе мечту там очень много было интересной необычной пряжи для меня и одна из них была вот такая вот гималай сок с бамбу и уже тогда увидев этот свет я решила что это я буду вязать какие-то носочки осенью состав у этой пряжи значит не классический носочный скажем так в 100 граммах здесь 420 метров не знаю сфокусирует нет почему-то именно вот эту этикетку очень плохо фокусирует у меня телефон состав у нее 50 процентов мериносовая шерсть 25 процентов полиамид и 25 процентов бамбук конечно по сравнению супер вошь это пряжа помягче ну наверное бамбук дает о себе знать и на ощущение по ощущениям она очень приятная но в принципе мне ализе супер вошь очень нравится и в носке и как себя показывают носочки у меня уже есть носочки которые я больше года относила вот из-за лизе супер вошь и кроме катышков у меня нет никаких нареканий к этой пряжи но катышки это ну побочный эффект всей шерстяной пряжи я считаю поэтому ничего в этом нет такого страшного и никаких затертостей до сих пор никаких протертостей на носочках вот из этой пряжи у нас нет и мы их носим значит как себя поведут вот эти носочки я конечно же тоже с интересом буду наблюдать и значит что касается непосредственно этих носочков вот сама по себе пряжа оказалась интересной конечно но она не так держит форму как та же ализе супер вошь или нако бога которыми я пользовалась она немножко какая-то как бы я сказал нестабильная что ли и когда я начала вообще рекомендации по спицам вот у этой пряжи 275 когда я начала их вязать на привычных своих спицах два с половиной мне показалось очень рыхловатое получается полотно я распустила и начала вязать по новой уже на спицах номер два и уже сейчас как бы меня более-менее все устраивает у меня ощущение такие складываются что все-таки при носке эта пряжа растянется и я не знаю вернет она свою форму после того как постираешь ее или нет это только может показать уже практика я когда постирала эти носочки после того как связала они расплылись у них размер увеличился не знаю до 40 последнего наверное размера как медуза расплелись вот по всему тазику у меня вязала я их на размер 38 39 но я говорю тогда думала там на мужскую очень большую ногу они налезли бы но хорошо все потом когда они высохли они приняли свою первоначальную форму значит более поподробно вязала я эти носочки от паголинка делала скрещенный набор петель и вязала резиночку один на один со скрещенной лицевой дальше я вывязывала вот такой вот ажурный узор по паголинку у меня высокий получился паголинок 15 сантиметров дальше я вязала укрепленную пятку подкова в мастер-классе я по петельной рассказываю как вязать такую пяточку я уже не в первом изделии использую эту пятку мне нравится как она и на ноге сидит и как она вяжется легко и просто после пяточки я вывязывала клин подъема делала у бабочки по клину подъема дальше вывязывала стопу по верхней части стопы у меня идет продолжение вот этого узора ажурного а по нижней части просто лицевая гладь после этого я делала ленточное закрытие то есть я сначала делала убавки и когда у меня осталось на спицах по 12 петель на двух спицах я сделала вот такой трикотажный шов петля в петлю иглой и тоже в мастер-классе я подробно рассказываю в общем о всех технических вот этих вот моментах подробно показываю по петель на но если вы можете связать по описанию конечно же вяжите по описанию значит носочки у меня получились 67 грамм я сейчас постараюсь вам ставить нарезку как эти носочки смотрятся на моей ноге но у меня нога меньшего размера и в принципе видно что они мне великоваты но тем не менее хотя бы небольшое представление чтобы иметь что еще я хотела сказать по поводу этой пряжи значит когда я стирала эти носочки я их сначала замочила в тазики с моющим средством и когда начала их прополаскивать у меня вода была окрашена вот таким вот малиновым цветом возможно и другие цвета тоже дали свой цвет но вода была вот такая малиновая она не была конечно просто супер малинового цвета но хорошую малиновую краску она все-таки дала и когда я дальше полоскала эти носочки цвет уходил то есть вода больше не окрашивалась после пару полосканий как бы вода стала прозрачной я конечно надеюсь что это было всего лишь единожды и при повторной стирке они уже не будут окрашивать воду но выводы делаю такие что их нужно стирать отдельно и стирать вручную получается так как бы ну такая интересная конечно неоднозначная пряжа но еще очень интересно как она себя поведет в носке поэтому кому интересно оставайтесь со мной на канале будем вместе с вами наблюдать за этой пряжей значит это все что я хотела вам сказать сегодня по своим носочкам не забывайте подписывайтесь на мой канал дальше у нас впереди еще очень много интересных тоже носочных и не только конечно же носочных изделий на которые будут и мастер-классы не забывайте писать свои комментарии ваше мнение может быть вы уже вязали вот из этой пряжи такой интересной неоднозначной и вы уже можете рассказать свое мнение по испытанию времени будет интересно почитать не только мне я думаю но и другим зрителям поэтому обязательно пишите ну а я очень благодарна вам за ваши просмотры и как обычно с вами не прощаюсь а говорю вам до новых встреч пока